Добрый день, друзья! Хочу сказать несколько слов о ретрите, который был у Светланы в Сочи. Я не то чтобы туда ездил, у меня был свой экспириенс, свой опыт. Я был на этом ретрите онлайн. Конечно, это не настолько... Не настолько даёт впечатление, но, наверное, я бы даже сказал большого значения, что меня там не было, это не несёт, потому что я там был. Несмотря на то, что моего физического тела там не было, если говорить о том, что весь мир — это энергия, то я был подключён с момента того, как я решил поехать на этот ретрит, и это было здорово. Решение принял сразу, потому что мне очень приятно и интересно работать со Светой, мы с ней уже давно общаемся, практически год уже будет. И я могу сказать, что Света для меня тот человек, который делает всё очень профессионально, при этом достаточно мягко, комфортно. И есть результат. Для меня результат — это продвижение вперёд по своему пути, это прояснение каких-то вещей, получение ответов на вопросы, которые я хочу получить. Развитие, саморазвитие, и Света очень здорово и профессионально, и качественно, и мягко поддерживает и даёт информацию, при этом информация очень результативная, то есть практически в моменте я задаю вопрос, я получаю ответ, даже находясь просто в поле Светланы. Не задавая этот вопрос вслух, а, может быть, ментально проговаривая его себе где-то там в голове. Но вот во время ретрита у меня было несколько разных подобных историй, когда я просто, находясь в поле, задал себе вопрос и получил мгновенный ответ. Или даже были такие ситуации, когда я задавал Свете вопрос, и в первом мгновении она, ну, она отвечала мне сразу, но для меня это была пустая информация, она не имела для меня никакого смысла в момент ответа. И спустя какое-то время, через, там, может быть, несколько часов или, может быть, день-два происходило что-то, мне даже сложно это описать, что, но как будто уж произошла, как происходила какая-то распаковка, и она как раз была под тот вопрос, который задавал день или, там, несколько часов назад. То есть это может работать не сразу, но это всё равно работает. На ретрите, на этом ретрите я получил ответы на свои вопросы. Даже не ответы на вопросы, знаете, наверное, не так. Я продвинулся дальше, я увидел себя, я почувствовал, что такое эмоции, что такое чувства, чем они отличаются, как это проживается, в чём прелесть проживания чувств. И для меня это была важная работа, вот, ну, там, это моя, может быть, была такая... Основная, основной был запрос, это войти в чувства, зафиксировать их, почувствовать чувства, почувствовать эмоции, почувствовать разницу между ними, остановиться в средине и проживать в моменте чувства и эмоций, не вовлекаясь. Даже могу сказать, что когда ребята пошли на места силы и делали у меня оттуда видео, ну, наверное, даже если бы они его и не делали, я соединялся с этими местами и получал всё то же самое, что получали они. Поэтому, на мой взгляд, для ума, конечно, важно находиться на ретрите физически, оффлайн. А по большому счёту в этом необходимости нету, потому что, когда включается энергия, включается энергия Светланы, включается энергия ретрита, включаются посылы, включается моя энергия. Все это объединяется в одно, в один большой, в одно большое поле и начинает работать. Поэтому я для себя, я рекомендую себе двигаться со Светланой дальше. Потому что для меня это не просто движение, это прорыв. Это прорыв. Спасибо, Светлана. Спасибо, Свет. Светлана. Я благодарен тебе за помощь, поддержку, чуткость, душевную красоту, и физическую тоже. Ты лучший. Хотя в нашем мире нет лучшего и худшего. Ну, ты профессионал. Спасибо.